СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Сегодня у нас, как всегда, очень серьезные и уважаемые гости, но сегодня у нас интересные очень гости. Сегодня у нас гости-гости, они и в Кирове тоже гости. Да, они и в Кирове гости. Значит, сегодня у нас передачи Агай, или по-русски сказать, господин Саабир Агбариджитти, представитель Верховного Лидера Исламской Республики Иран в России, Хаджи Октай Мамедов, заместитель главы представительства Международного университета Аль-Мустафа по учебным вопросам. Кстати, где этот университет Аль-Мустафа находится? В Иране. В Иране, Иранского университета. Отлично. С нами переводчик Аликпер Гасымов. Он наш парень. Его могли много раз в Кирове видеть. Ты ведь у нас в Кирове родился и вырос, да? Или учился? Нет, нет. Но мы тебя часто видим на наших праздниках. Я даже сам как бы уже инвестирую его как кировского нашего мальчика, парня, мужчину. Студент Московского госуниверситета. Он переводчик с фарсии. Он знает несколько языков. Будет нам помогать сегодня. И наш уважаемый муфтий-вятский Зухар Хазарат Галиулин. Добрый день. Добрый день, да. И сегодня тема, как ни странно, звучит, ну так вот, очень пафосно. Человечество и единство. И что говорит по этому поводу Коран? Что велит Аллах по поводу того, как люди должны жить? И что значит быть богобоязненным? Масса будет вопросов по ходу. И поэтому, да, мы вот, я думаю, что представляем слово сейчас нашему уважаемому Макайс Аберегбери Джидди. Господин Джидди, вам слово. Тема названа. Вы можете начать с любого аспекта. Господин Джидди, вам слово. Конечно, тема вахтата, тема единства является важнейшей повесткой сегодняшнего дня, потому что все разногласия, которые есть в мире, противоречия есть, которые в мире требуют решения, и путем решения является единство. Другой аспект, почему единство настолько важно, потому что, к сожалению, противоречия, которые распространяются в мире, распространяются под эгидой религии, под именем религии. И еще больше, к сожалению, вызывает то, что эти противоречия, как правило, прикрывают исламу. И, в последнее время, шия-сунни ихтилавы много в мире появились, особенно работали, улучшили в мире, и улучшили в мире, и улучшили в исламе, и улучшили эту работу. Продолжение следует... Слова, которые говорят о противоречии суннизма и шиизма, не имеют никакого основания. Но почему мы считаем эти противоречия раздором, мы сейчас это объясним. Мы сейчас были на пятничной проповеди в городской мечети, прочитали молитву под предварительством Муфтия Хазрата. Продолжение следует... Конечно, это очевидный факт, что главным источником ислама является Коран. В мире есть только один Коран и никакой других версий его в мире не существует. Я хочу, чтобы вы повторили еще раз. Продолжение следует... Если внимательно посмотреть по всему миру, есть только один Коран во всем мире. Если у других религиозных книг возможны различные версии, то Коран, он один и существует только в единственной версии. Я по этому поводу задам вопрос, когда вы закончите. Потому что есть переводы Корана, которые отличаются друг от друга коренным образом. Мы, как-то, с искусством досуга говорим, что Гуран тардзюма лягу варчи, чочетом биберянам фаргливы. Это очень важно. Потому что есть единственный оригинальный текст Корана в руках мусульман, и все его принимают. Я могу сказать, что 70-80% содержания Корана настолько ясны, что даже по поводу толкования их не возникает никаких разногласий. Конечно, один из них есть, которые могут быть решительными, они могут быть решительными. Но есть аяты Корана, которые могут возникать разногласия. Эти аяты Корана, которые я сейчас приведу и читаю, все мусульмане понимают их по одинаковому. Например, в одном из аятов Корана говорится, что мусульмане являются братьями друг друга. Это очевидное содержание, очевидное понимание, что все мусульмане – братья друг друга. Это означает, что мусульмане являются братом мусульмана, и они едины. В другом аяте Священного Корана говорится, держитесь крепко за вер в Аллаху и не разделяйтесь. Здесь тоже очень понятное содержание, и все, когда читают, понимают, что нужно держаться за вер в Аллаху и не разделяться. Я с этим двумя аятами, читав и понимав эти два аяты, понятно и очевидно, что мусульмане являются братьями друг друга, и между ними не должно быть ни разногласий, ни противоречий. И в самом аяте говорится, что если вдруг возникнут разногласия, сядьте, обсудите и решите вопрос. Не переходите к вражде. Это очевидный аят. Это очевидный аят. По мусульманам, да. Или умом бешать… Огармуси забир, суал, качать практия. Ой, прошу прощения. Да, да, Азиз Абимович, я хотела вам сказать, что… Спасибо, Аня, ты не напомнила. У нас, конечно, переводчик, вот, и мы, конечно, справимся, но… Да, да, да. Я хочу спросить, на территории Ирана есть сунниты? В Иране есть как шииты, так и сунниты. Шииты, конечно, составляют преобладающее количество, но сунниты есть и их немало в Иране. Я почему задаю вопрос этот вопрос? Потому что вопрос различий между суннитами и шиитами очень часто используется для разнесения розни, как бы, между… Мэнди, не бусуал в Иран. Суни-шиа суалы фитна ягод Мавуцин заминачами стихадолны. Да, и хочу спросить, вот… В Иране точно так же относятся ко всем мусульманам, как братьям? Суни-шиа суалы, ирана, бутун мусульманам, как братьям? Конечно, в Иране непосредственно реализуется этот подход. Вы видите, что во многих странах хотели создать разногласия между суннитами и шиитами. В некоторых странах у них это получилось, но в Иране эта политика не достигла успеха. В Иране и сунниты, и шииты вместе живут, едино живут, и живут как братья. Понятно. И, иншаллах, у нас будет санная возможность приехать в Иран еще своими глазами. Это все уже. Да, ирана, 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 ирана. Иншаллах, вы с помощью Всевышнего Аллаха приедете, увидите, как там в братстве живут люди. Это было о мусульманах. Я прошу прощения, я вот у Азия Залевича хочу спросить. Отбирается до Ирана как из Кирова? То есть это надо до Азербайджана добираться? Мы из Москвы телеграмм полетим шумалю. Прямо прямиком. Прямиком. У нас очень много времени было делает. Нет, посмотрите. Я прощения следов. Одином языки ухирует, Игорь, манасында. Хамбы бидр бащат. Игорь, я не знаю. Игорь, я июхэннас. Орадо мусалманнадо, дейдите, «Кардашсуз». Борадо бутин бешария тэхтап елей. «Я июхэннас! Эй бутин инсаннар! Тэмам инсаннар! «Инна халагнаком мен Закарин в онса». Сиз хаммус, бир коктэнсюз. Адэм, хэвва, сизин атоз в аноз, бир коктэн хаммус, әмәлə гэлибсюз. Бәли, шоба-шоба олубсюз, «Комларус» фарг елейбдир, «Нижатларус» фарг елейбдир, «Рэнгюз» фарг елейбдир, «Бири агды», «Бири гэрэддир». Бу фарглар, «Бunun üçюндür ki, «Сиз бир-бирюзу» «яшши» tanıyасуз, «Бир tanınсун». Блэш, «heц» insan «икиси» «бир» дюйр. Айр-айрридир. «Бир tanınmaq üçюндür». «Нә bunu üçün ki, «ивтхар» элейəсіз, «я öz qölмэйътюзе, «öz рэнгюзе, «öz dilюзе» «гәләсіз» «бир әсәбийътчимин, «бир қолмэйътчимин, «özü qəbul» «башкаларисыз муназирыз». Бәлә бір шеи йоқ дей. Бәрәк, бәрәк әтін олар». В предыдущем аяте говорилось то, что обращалась к верующим и говорила, что верующие являются братьями друг к другу. А в другом аяте Корана идёт общее обращение «я, Йоханнас», которое идёт как общее обращение ко всем людям. «О, люди». И в этом аяте говорится, что «О, люди, вы все восходите к единому корню. У всех вас матью является Ева, отцом является Адам». И то, что вы разделены на народы и так далее. На языки, народы, расы и так далее. Это сделано только для того, чтобы вы могли различать друг друга. Никаких преимуществ над друг другом у этих народов, расы и так далее нет. Одай аят сарахатинан, стейдячи бүтін инсаннар гардаштылар бацдылар. «Я, Йоханнас, энна халагнаку мен закеран ва онса, бір атаанаданух. Яны на мене, яны гардаш бацдылар, біз. Бір ерденуч. Неча, что пейгамбер мусалманнарадо он говорит, «Аль муслэм, ахол муслэм, ле оммихи ва аби, мусалман мусалманнан гардашдей, бир анадан, бир атадан». Это говорит, что пейгамбер, мусалман по арасиндадо бар, пейгамберин дилийнан. Айяда «бытын башариятамыны» «Бытын и нисаннар бир атаанадандалар, кардаш бацдылар, хилгатты». Общий посыл аята состоит в том, что все люди в мире являются братьями друг другу, братьями и сестрами друг другу. Почему? Потому что те люди, которые от одного отца и от одной матери, являются братьями и сестрами. И этот аят Корана нам говорит о том, что все люди являются братьями и сестрами. И есть также хадис, предание от пророка, в котором говорится, что мусульманин является братом мусульманина, подобно так, как родными являются братья от одного отца и от одной матери. И мы видим, что из этого хадиса, из этого аята Корана выходит общий посыл о том, что и мусульмане являются друг другу, друг другу, братьями и сестрами, так и все люди в мире являются друг другу, братьями и сестрами. Об, Имам Алия, великий речес, во время есть великолепный во время Малики покинания в Санкове, Продолжение следует... 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 бояться Всевышнего. Но это не означает, что за то, что человек богобоязненный, Всевышний дает какие-то дополнительные баллы человеку. Нет. Говорится, что ничем не гордитесь, кроме как, если захотите чем-то гордиться, то можете гордиться своей богобоязненностью. Но суть богобоязненности состоит в том, что чем больше в человеке богобоязненность, тем богобоязненнее он, тем меньше у него этого чувства. И он вообще не гордится. Поэтому послание говорит, что это желание гордиться в человеке в принципе должно отсутствовать. Можно ли здесь говорить о том, что человек богобоязненный, когда он совершает правильные поступки? Или он только молится Богу, и на этом точка? Нет, нет, нет. Тагва – анцах ибадат дыр. Тагва – инсанин яшайш тарзи дей. Сене как вы yaşаешите, он показал нам что-то. Тагва – анцах ибадат дыр, дыр. Исследование баса. Можно сразу как пример. Вот человек богобоязненный, рядом с ним сосед. Как он должен с соседом жить? Тагва – анцах, он да ищет. Он ищет на нюху давать. Боќ, тагвали – анцах ибадат дыр. В первую очередь, в результате, людей должны быть угрожены и уважены. Не будет. Один человек, который не сможет, не будет. Уже больше людей. Это не будет. Сначала передаю первый вопрос. Вопрос был задан вопрос о том, кто является богобоязненным человеком? Только тот, кто поклоняется или тот, кто ведет правильный образ жизни? Частью богобоязненности только является поклонение Всевышнему. Богобоязненность в целом и, в принципе, в общем своем смысле означает вести правильный и чистый образ жизни. И вы привели пример, как богобоязненный человек должен относиться со своим соседом, правильно? Как он должен с ним взаимодействовать и так далее. Здесь ответ следующий, что если человек богобоязненный, то отношение к всем людям абсолютно, без разницы представителям, какой является этот человек, абсолютно одинаково. Какой религии, какой нации и так далее. Абсолютно без разницы. Ко всем людям богобоязненные люди относятся одинаково, с одинаковым почтением и с одинаковым уважением. И то, что это отношение мировоззрения богобоязненного относится ко всем уважительно, это возвращается к обучению самого сегодняшнего Аллаха. Всевышний Аллах в Коране нас учит тому, что Аллах дал всем сыновьям Адама, то есть всем людям человеческую ценность. Благо, милость быть человеком. Эту ценность обозначил сам Аллах в Коране. Поэтому в нашей религии относиться к уважениям к ценности людей является нашей обязанности. Ценности конкретного человека. Все, что с одним человеком, обозначил его ценности. Даже человек свою ценность, как и с другими человеком. Памято, что человек должен быть уважением к ценности других людей, он также должен быть уважением к ценности, которая заважала Аллах в нём. Это очень важная проблема, но я его ценностям не обозначу. Я себе ценностям. Как вы можете обозначить его ценности? Извините, перерывчик на рекламу. Программа наша продолжается. Да, время идет быстро, и как-то незаметно перерыв подошел. И сейчас я попрошу закончить мысль. Программа наша продолжается. Программа нашла. 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 Вот вчера, на самом деле, я был очень рад, увидев вас в шиитской молении. Вы пришли на мероприятие шиитских мусульман. Вы там тоже сказали проповедь, которую мы с удовольствием выслушали, то, что вы говорили. Для вас это в новинку? Нет. Это мне новинка, потому что вот эти шиитские, сунитские вопросы, понимаете, я не такой крупный ученый, чтобы разбираться и чтобы разногласить. Вот эти шиитские, сунитские вопросы, я как читаю, это вопросы ученых. Эти вопросы должны решать зайти в одну комнату, шиитские ученые, сунитские ученые, вот все направления, и прийти к одному знаменателю. Вот я читаю так. Но выносить вот эти вопросы уже в политическом аспекте людям, этого я считаю, что не нужно. Тем более, вот я хочу как раз дополнить, что сказал Шерих, у нас вот никаких разногласий нет. Вот я слушаю, запоминаю, это тоже моя проповедь. И в следующий раз я об этом расскажу. Я просто хочу сказать насчет дружбы народа, дружбы людей, дополняя, мы действительно от одного отца и от одной матери. Адам, алейхиссалям, родился в раю, достойный рая. Ева родилась в раю, достойный рая. Наши души родились в раю, были созданы в раю, достойный рая. Вот мы спустились на эту землю, достойный рая. Но если эту землю мы сделаем садом, мы, иншаллах, похеряйте, будем в раю. Но если эту землю мы будем разделять, раздирать, превращать, сжигать, Аллах что нам скажет? Или Бог хоть как называйте, что нам скажет? Зачем вам рай? Вы же привыкли жить в аду? Вот и живите в аду. Вот наша задача, человеческая задача, понимая друг друга, не разногласия, чтобы у нас между нами не было, любые разногласия можно решить за столом переговоров. Почему в раю хорошо? Потому что в раю нет партий. Там есть закон Аллаха, закон Всевышнего. Там есть закон. Там нет вот этих разногласий. Об этом в Коране говорит. Вы не разделяйтесь на партии и не раздирайте друг друга. Не раздирайте. Каждый гордится своей партией. Вы, наоборот, приближайтесь друг к другу. Вот если это у нас будет, иншаллах, у нас жизнь будет. А может быть, люди вступают в партии, потому что они теряют ориентир божеский? Вот именно, божеский, вот именно вот это и есть, я хочу сказать, но этого не везде можно говорить. Мы иногда теряем именно божеский ориентир. Потому что вот если об этом мы всегда говорим, мы говорим, ислам вот так велит, ислам вот так велит, ислам вот так велит. Это мы слышим. Мы хотели бы, чтобы услышал это народ, особенно правители. Ну, вы нам еще, Зуфар Хазрат, должны как бы передачу о татарской культуре и о татарском великом красивом. Мы каждый раз напоминаем об этом и потом не приглашаем сами виноваты. Нет, мы приглашаем, Зуфар Хазрат занят все время. Вот об этом как раз у нас вот сегодня был разговор о культуре. Дело в том, что мы теряем культуру. И что интересно, вот об этом мы уже сегодня говорили, на основе религии, на основе ислама у нас возродилась своя культура, исламская культура, как бы скажем, народов. Христианская культура, у русских, например, христианская возродилась культура. Вот эту культуру нельзя терять. На сегодняшний день, мы об этом как раз говорили, на сегодняшний день при помощи иной культуры заходит нашу культуру, разрушая нашу культуру, разрушает нашу религию. То есть раньше было как? Религия создавала культуру нашу. И она была высокая культура. Сегодня псевдокультура разрушает нашу культуру и при помощи этой культуры разрушает нашу религию. Вот к чему мы нашли. Спасибо. Хаджок Тай, вот теперь вопрос к вам. Мы сегодня все были уже в нашей мечети на труда. И мы были все вместе, шииты, сунниты молились, как бы на праздничный намаз пришли все вместе. И вы были там. Но у меня вопрос-то не в связи с этим, а вопрос у меня в связи с этим, что вот вы представитель университета Аль-Мустафа в Иране. Это один из, собственно говоря, ведущих университетов, в том числе по религиозным вопросам. Как люди, которые интересуются религиозными вопросами, как они могут к вам приехать, начинать там учиться? Насколько это трудно туда поступить? Какие должны быть рекомендации? Вы можете об этом сказать? Продолжение следует... Университет Аль-Мустафа является одним из крупнейших международных университетов, в котором обучаются представители более 90 стран. И у этого университета есть представительства в разных странах мира, в том числе есть представительства в Российской Федерации. И одной из целью деятельности представительства в Российской Федерации является именно создание возможности людям, которые хотят изучать ислам, либо представителям других религий, которые хотят ознакомиться с религией ислам, создается возможность получить данное образование, получить данные знания в университете. И эта университетettавнаieriцка людей comply с пheid μεевых американцев самым мужчинам, там четыре, requirements бонусы, с welding, других ребёнок вблоках. А также будут х ideology теорuciones, либо общества и с университет. Рnost gentle限 для них живёт, университетасами они, деваш bases из-за этого места, очень можно很 малень NVille, increase куда-то несколько дней, В Университете Аль-Мустафа в свободном порядке могут поступить как мужчины, так и женщины. Если это представители Шрицкого, то они обучаются по Шрицкой программе, если это представители Сунницкого, то они обучаются по Сунницкой программе. И так же университет дает возможность прибыть в университет на несколько месяцев, смотря в зависимости от продолжительности курсов представителям других религий, для них создается возможность познания религии извне. И в то же время у университета есть такая возможность отправить группу людей в университет, чтобы они там проходили краткосрочные курсы. Я хотела уточнить только, вот представительства, о которых мы говорим в разных странах, они работают как место, куда уже могут приходить студенты учиться, или они просто как пункты, которые помогают студентам поехать в главный вуз, в университет? Я хочу сказать, что университет Аль-Мустафа есть средства для студентов, чтобы получить необходимую информацию об университете и отправить их на обучение. То есть они не являются образовательными организациями. Мы обязательно оставим контакт в виде телефонного номера, либо в виде электронной почты, для того, чтобы все те люди, которые интересуются этим, могли обратиться к нам. В том числе, наверное, Узуфар Хазрата можно в мечети как бы оставить, да? Да, конечно, два раза. Но для меня, например, вот это удивительно, что можно поехать в университет в исламской стране и изучать исламскую культуру, представить всю другую национальность. В общем, в этом помогает исламский вуз. А ты не просто другой национальность, но и другой религии. Другой религии. Другой религии. Ну что, друзья мои, уважаемые гости, к сожалению, время походит к отцу. Можно сказать два слова, как бы слушателям на прощание еще, если хотите, но очень коротко. На путстве. На путстве, да. И в конце я хотел бы опять же обратиться со словами благодарности. Тот опыт, который мы здесь получили, встретившись как с представителями ислама, так и с представителями других религий. И дружеская обстановка, которая здесь царит между религиями, межкультурная коммуникация, которая здесь существует, действительно является очень хорошим опытом и примером. Спасибо. Ну что, спасибо. Мы заканчиваем передачу, Аня. Да, благодарим наших гостей. Азиз Агаев. До свидания. До свидания. До свидания. Союз нерушимый. Союз нерушимый.